Собака Сулимова Все признаки нашего генофонда шакалов-бастардов функциональны для нашей цели. Вот чем преимущество нашей собаки. В наследство от диких предков шакалов шалайкам досталось острое обоняние. Лайки же передали новой породе свои небольшие размеры и возможность работать при температуре от минус 30 до плюс 45 градусов. Впрочем, хорошие гены – лишь половина успеха. Над воспитанием своих подопечных кинологи Аэрофлота работают практически с самого их рождения. Шинок может поменяться кардинально. До трех месяцев он один, проходит рубеж, допустим, три месяца и еще рубеж полгода и потом в год. Это все мы смотрим на протяжении этого срока, куда направить эту собаку. Благодаря тонкому обонянию шалайки способны различить до полумиллиона запахов. Но прежде чем получить допуск к работе, каждая собака должна пройти целый ряд серьезных испытаний. Это комплекс задач, которые собака должна выполнить для допуска работы в порту. Это, соответственно, работа на самолете, по вещам, по багажу, по автотранспорту и работа в порту. Также бывают работы в помещении, норматив собака должна обнаружить на всех этих локациях. Наша задача – строить рабочий процесс так, чтобы собаке было максимально интересно и приятно. Заставить собаку делать, что ей неприятно, невозможно. Для них самое главное – это работать. Они так заряжены на работу. И то, что мы идем в порт, для них – это счастье. Наряду с русскими черными терьерами и кавказскими овчарками шалаек можно считать достоянием современной российской кинологии, которые не только стоят на страже безопасности пассажиров, но и дарят им позитивные эмоции. Анастасия Мельникова, СТС, Челябинск.